Второе утро жителей дома номер 25 по улице Локомотивной начинается не с кофе, затоплен подвал, больше всего воды во втором подъезде. И в данном случае моя маска защищает меня не только от распространения новой коронавирусной инфекции, но и от ужасного запаха. ЧП случилось в понедельник в девятом часу утра. На произвол судьбы ситуацию жители не оставили. Тут же активировались и сообщили в управляющую компанию. Сантехник приехал быстро и заключил, забились колодцы, необходимо прочищать коллектор. А это дело рук городского водоканала. Позвонили и туда. Я опять звонила, опять в водоканал, сказали, работают. Я говорю, ну хоть вы сделали коллектор, у нас же вода-то все прибывает, вторые сутки уже идет. Да, уже это, но продолжают там. Работаем, мы работаем. Ну и все, и положили трубку. Они работают, а мы на нервах. Вода в подвале для жильцов не в новинку, но в таких объемах топит во второй раз за последние четыре года, рассказывает Антонина Семина. Женщина как раз проживает во втором подъезде последние 20 лет. Запах из канализации доходит до ее третьего этажа. Невозможно находиться в квартире. Говорит, даже хлеб пропитан зловониями. Владелец двухкомнатной квартиры признается. Ежемесячно платит за коммуналку и на обслуживание дома около 6 тысяч рублей. Только не понимает, за что. Когда просохнет зима, это будет вонь постоянная, блохи. Блохи у нас одолели. Вот люди живут на первом этаже, да и у нас тоже. В основном пенсионеры. Да, да, да. Старые люди в основном. Да, и поэтому, может быть, мы так и заброшены. И богом, и людьми. А Валентина Максимовна – осматик. Хоть и живет пенсионерка в первом подъезде, но с запахом задыхается. А еще переживает за картошку и морковь. Запасы хранила в мешках. Как раз в подвале. Никого нет, никто не едет. Сказали, занято, занято. Работы много. Рабочих нету, не хватает. Ну а мы-то при чем? Почему мы должны задыхаться? Сейчас пойдут тараканы, клопы, комары. Вся гадость пойдет. Все в квартиру. В управляющей компании заверили, что еще в первые часы потопа отправили заявку в диспетчерскую водоканала. Мы так поняли, потому что авария была крупна у них, видимо, потому что были даже забития по Хрустальной улице. Поэтому у нас немного вылилось в подвал воды. По данному факту мы сейчас произведем откачку воды с подвала и все засыпем антисептиком. В водоканале наличие проблемы не отрицают. Коллектор, обслуживающий дома по локомотивной, проходит через моторный завод. На одном из участков как раз и произошел затор. На месте не сидят, как заявляют на предприятии. Прочищают трубу вторые сутки. Частично вода посажена в коллекторе, то есть уже стало потихоньку уходить, подвалы не затапливать. Сейчас продолжаем работать на этом коллекторе, промываем и прочищаем его. Там набились тряпки и все, то, что не положено в канализацию кидать, иногда и попадает туда. А подтопление произошло, потому что в подвалах ревизии, крышки ревизий не очень плотно закрыты. Это уже зона ответственности управляющей компании. Периодические потопы в подвале не единственная триггерная точка 25-го дома. Перебой с холодным водоснабжением – еще одна серьезная проблема. Раньше не было и асфальта во дворе, но перед последними выборами сделали. Ринат Алиулова, Владимир Куликов. Новости Уллправды ТВ.